На территории детского юношеского центра «Кадетское братство» состоялся зональный этап военно-спортивной игры «Зорница» среди учащихся 14-16 лет. Главная цель состязаний – патриотическое воспитание молодого поколения, привить молодежи отрицательное отношение к пагубным привычкам. Командам из разных школ города и района предстояло пройти ряд препятствий, так называемых имитированных боевых действий. За ходом соревнований следили наши корреспонденты. Константин Рыков из школы номер 29 в Станице-Петровской считает военно-патриотическую игру «Зорница» возможностью приобрести навыки, которые обязательно пригодятся в жизни. Мы должны всегда быть готовы, мы должны быть мужественными, сильными. Мне кажется, это поднимает дух, уверенности даёт и стойкости. Перед началом состязаний ребята волновались и старались настроиться на нужный лад. Только не Александр Гангур – ученик пятой школы Славянска-на-Кубани. Он надеется, что их команду ждёт успех, а волнение может только помешать. Эти соревнования проводятся в нашей школе. Это немалая честь для нас, и мы всячески будем стараться не посрамить свою школу. Ну а лично для меня эти соревнования больше, чем просто для других, ведь это соревнования по предвоенной подготовке. Они развивают наше мышление, физическую подготовку и тактическое мышление тоже. Военно-спортивная игра «Зорница» началась с торжественного построения команд. В соревнованиях приняло участие 11 сборных из школ города и района. Перед началом состязания обратился к участникам председатель Совета ветеранов войны и труда Вячеслав Салмин. 17 лет назад впервые за длительный перерыв Гангенское братство провело первые соревнования «Зорница». И эти соревнования стали уже традиционными. Сотни мальчишек и девчонок на всех уровнях показывали свое мастерство, силу в области. И сегодня вам придется оспаривать право быть первыми. Всем желаю победы, упорства и самое главное – плечо товарищей, чтобы было всегда рядом с нами. «Счет! И раз!» Программа состязаний, как всегда, была очень насыщенной. Участникам необходимо было пройти несколько этапов. Продемонстрировать свои умения в метании гранат и стрельбе из пневматической винтовки. Разборки, сборки автомата, расшифровки азбуки Морзе, снаряжение магазина автомата, преодоление полосы препятствий. «Цель – это патриотическое воспитание молодежи, подготовка к службе в армии, чтобы они были достойными защитниками нашего отечества. Стали хорошими людьми, достойными, чтобы могли защитить нашу родину». Выполнить все задания надо было не только быстро, но и правильно. Быстрее и качественнее всех справились ребята из 29-й школы Станицы Петровской. На втором месте команда школы номер 48 Станицы Черноярковская. Третье место заняла школа номер 16 Славенска-на-Кубани. Команды-победители были награждены грамотами. Но главное, что получили все участники – это положительный заряд эмоций, который может дать только спорт. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События». Копачевская, Александр Косицын. Продолжение следует...